Вопрос, кстати, именно в этом плане. Насколько этот референдум назрел уже со временем? Насколько он необходим Крыму и Крымчанам? Это единственная возможность выйти из того клубка противоречий, который сложился в Крыму и вокруг Крыма. Это на самом деле болезненный клубок противоречий, но хочу подчеркнуть, что не мы его завязывали. Начался он давно, можно говорить о куцих полномочиях автономии, что крымская автономия всегда была декоративным приложением к унитарной модели украинского государства и всегда управлялась в режиме ручного управления. Притом всеми режимами, включая Януковича. Плюс те противоречия, которые накопились разграблением земельной собственности в Крыму, особенно Южнобережье и так далее. Все это поставило Крым в очень сложное положение, а Майдан просто вот последний, просто он взорвал, так сказать, эту ситуацию, поскольку мы должны понять, что уже на Крым, так сказать, поставлена как бы жирная точка в плане того, что никаких широких полномочий нам нынешняя власть в Украине не даст. Она может обещать, она может сейчас переходить на русский язык, сейчас пошли заигрывания с нами в этом плане, но надо понимать природу самой этой власти, потому что широкие полномочия для Украины, крымской автономии, сдетонируют вообще ситуацию федерализации. На федерализацию националистические силы никогда не пойдут. Поэтому второй вопрос общекрымского референдума, он может ввести некоторых заблуждений, а не более того. Просто кто-то еще надеется, что можно повысить этот объем полномочий и как бы избежать ухода в Россию. Я думаю, что вот нынешняя ситуация настолько стремительно развивалась в последние 10 дней, что политическое сознание, не говоря уже о массовом сознании людей, оно действительно отстает. И люди действительно не успевают осознавать вот всю эту стремительность перемен. И я думаю, что все должны понять, крымчане, что сегодня единственной, еще подчеркиваю, исторической возможностью снять вот этот клубок противоречий, это проголосовать за вхождение крымской автономии в состав России как субъекта федерации. Да, болезненно для многих, но придется, наверное, выбирать из тех, так сказать, двух зол меньшее, и в этом смысле как раз Россия это меньшее. Это гарантия того, что Крым будет достаточно устойчиво развиваться, что Крым будет в составе единого рекреационного пространства Сочи, что Крым будут подтягивать к сочинским стандартам, что инфраструктура в Крыму будет серьезно улучшаться, и что безопасность, которую так хотят все иметь в Крыму, каждый человек, независимо от национальности, способна опять же обеспечить только Россия, да, в том числе и своим вооруженным здесь присутствием, чтобы разделить, так сказать, линии противостояния, и это способно сделать только россияне. Андрей Витальевич, сейчас очень много споров насчет легитимности этого референдума. Турчинов уже успел объявить его решение ничтожным в правом смысле, но если взять с точки зрения истории, ведь один референдум у нас уже проводился, и его итоги определенную точку зрения крымчан уже показали, но потом все это было отменено благополучно Украиной. Если с этой точки зрения подойти к новому референдуму, что он нам даст? Ну, вы знаете, с определенного момента в истории Украины говорить о легитимности очень сложно. Потому что уже совершено, ну, практически всеми органами государственной власти такое количество нелегитимных шагов, что у юристы, а потом историки очень долго будут разбираться, кто был прав, а кто был неправ. В этих условиях, ну, обычно как раз прибегают к прямому народному волеизъявлению, потому что в конце концов, ну, вокс попули, вокс дэй, и что скажет народ, то в конце концов и будет принято, и должно быть, вернее, принято властями к исполнению. Поэтому в этой достаточно острой политической ситуации проведение референдума, оно не противоречит, как бы, логике развития событий. Наоборот, наверное, это сегодня единственная возможность выяснить общее настроение людей. Поэтому я считаю, что референдум должен быть проведен, и я думаю, что... Я не хотел бы никого ни за что агитировать, я просто считаю, что каждый человек должен прийти на этот референдум и высказать свое мнение. Как Вы считаете, если большинство все-таки проголосует за второй пункт анкеты, это возвращение Конституции 92-го года, но в рамках Украины и существования республики, не получится ли повторение истории, что да, мы проголосуем, и через 2-3 месяца очередная поправка Зайца и очередное ограничение прав? Есть такая опасность, есть такая опасность, и, знаете, всегда очень сложно войти второй раз в одну и ту же реку. Сейчас события стремительно меняются, вот, и я думаю, что... Как бы надо не опаздывать уже. Надо уже не опаздывать. То есть сделанные Верховным Советом Автономной Республики достаточно решительные шаги. Вот, и, насколько я представляю, большинство населения Автономной Республики Крым эти шаги поддерживает. Конечно, сроки очень сжатые, но существует работающая система, проводилось огромное количество выборов, есть немалый штат людей, который работает с одной стороны, с другой стороны, но есть такой народный энтузиазм, то есть люди хотят прийти на референдум, хотят проголосовать. Главное, чтобы референдум состоялся все-таки, на мой взгляд. Редактор субтитров А.Семкин